Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о такой теме, как подготовка к обновлению 7.2. Да, 7.2 уже выходит совсем скоро, вы это все прекрасно знаете, 29 числа. И хочется обговорить некоторые моменты, которые реально стоит сделать перед выходом 7.2. Первое, это накопление ресурсов, 25 тысяч ресурсов. Они потребуются нам с целью того, чтобы изучить талантики нашего оплота. Как вы все прекрасно знаете, оплот прокачивается до 6 этапа в текущий момент при обновлении 7.1.5. Да, тут все это дело варьируется, все классно, можно менять там левые и правые талантики, так переизучать их туда-сюда, гонять по своим нужным, скажем так. Но когда выйдет обновление 7.2, то таланты 7-го тира, таланты 7-ой полосочки разделятся на 2, левый и правый, и их изучение будет стоить 10 тысяч, и талант 8-го тира, то есть он в самом низу. Это двойное АП, двойная сила артефакта с некоторых локальных заданий, с некоторой вероятностью. Я уже как-то делал видосик по этой теме в плейлисте, посвященному 7.2, вы можете рассмотреть все эти таланты оплота более детально, сейчас я зацикливаться не буду на этом. Также нам пригодятся соратники 850-ые, это максимальный эквип на данный момент, с безделушками вот этими всякими, с ячейками для снаряжения, ну и разумеется они должны быть эпического качества. Как я уже рассматривал на ПТРе, у них появится третье качество, с третьей ячейкой снаряжения, и в это качество нужно будет влить 200 тысяч опыта. Я как-то смотрел уже, как они конкретно называются на ПТРе, но забыл, то ли эпохальный, то ли превосходный, то ли эпический, что-то типа такого вокруг этого связано. Ну и желательно иметь при себе таких соратников, как Мисыш и Мороуз, ну это желательно, либо пятерых своих классовых. Не волнуйтесь, при выходе 7.2 вам дадут еще один слот подзащитника. Ну и там еще одного защитника, вроде бы, при прохождении квестов. Как-то так это будет дело обстоять. И так далее. Как мы прекрасно знаем, в 7.2 будут введены полеты. Из-за того, что будут вводиться полеты, нам пригодится такое достижение первой части. Следопыт раскол двух островов, часть 1. Потому что при выполнении второй части, а вторая часть уже подарит нам полеты, эта вторая часть требует выполнения первой части. То есть без первой части вы не получите полеты. Так что дерзайте, делайте. Когда вы это сделаете, решать уже вам. Далее. Желательно прокачать превознесение до максимального уровня 999 из 1 тысячи со всеми фракциями. Для чего? За каждые 10 тысяч бонусной репутации вы будете получать сундучок, в котором может содержаться всякая приколюшка типа маунта, питомца и игрушки. Я рассматривал подробно этот лут в одном из видосиков. Зайдите и гляньте аналогично в плейлисте, посвященному 7.2. Итак, баланс сил. Скорее всего, эта цепочка будет продолжаться. Поэтому сделайте ее хотя бы на своем основном персонаже. Не поленитесь. Ну а по поводу того, что делать уже в первые дни 7.2, я приглашаю вас на трансляцию, которая состоится. Вообще она состоится каждый день. Мы там ругаемся иногда периодически, иногда веселимся, смеемся. Вот, обсуждаем какие-либо игровые и не очень игровые вещи по поводу, там, какой класс лучше, какой класс хуже, что лучше. Самый любимый вот этот вопрос. Аумс или Фули? Вот именно так его и задают на самом деле. Я вам отвечу. Фули. Он намного лучше. Да. Но на самом деле, без всяких придурковатостей, мы прекрасно знаем то, что Фу Респект показывает себя сейчас намного лучше. Из-за того, что есть настой душ, есть соответствующие релики, которые его усиливают, и различные прочие элементы. Касательно стрима, как только откроются сервера 7.2, как только они стартанут, начнем делать действия. Если же вам оно будет интересно, и вы будете сидеть дома, или спокойно можете смотреть стрим с работы или учебы, дерзайте. Хотя, по-моему, каникулы сейчас, да? Приятного вам отдыха, как говорится. Всех благ, счастья, здоровья. Небольшой такой видосик, посвященный тому, что стоит сделать перед выходом 7.2. Всех благ, легендарочек, эпиков, и всего-всего позитивного. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok